приветствую вас мои хорошие на канале в гостях у заводчика корги воплощение мечты вчера я вам обещала посмотреть киев положение по киеву но уже была совсем совсем ночь у нас не забывайте на час меньше у нас на час меньше да чем украине но здесь тоже бывает ночь сейчас дочь пошел у нас были планы сегодня поехать в эту гандию именно в город посмотреть этот замок боржа там их семейный замок но не погода посмотрим посмотрим как наладится так что есть как раз время и мы будем смотреть киев посмотрим основные города возможно те которые я была опять напоминаю и общее состояние по украине давайте еще раз посмотрим общее состояние по украине сейчас посмотрим киев киев пирата девятка мечей умеренность пятерка жезлов сама приклеилась жрица ты посмотри сеньорка кубка мак король кубка пора кубка мак Продолжение следует... 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 вот я вот я деловой на коне вот они вот она о чем то есть тут даже может быть даже не для того чтобы было большое количество жертв человеческих а именно знаете как вот провернуться вот это что-то явное что-то яркое показать вот такое показать может быть своему этому российскому потребителю который требует до вот этой крови разрушений поэтому такие его удары думаю да возможно возможно знаете они как-то давайте еще посмотрим надо какие настроиться это мне тоже не так легко последняя карта у меня в колоде десятка мечей все таки выпало колоде последняя колоду перевернула десятка мечей это все-таки удар это все-таки удар знаете они как хотят эффект эффект создать на мать эффект вот что-то так даже понятно что ну как бы они не добиваются ничего именно каких-то военных целей но картинка этим нужна картинка что показать что что дауды где знаете когда кусок кусок какой-то мясо тигром бросают а вот тебе как какая-то подачка вот тебе вот они это как на российского на внутреннего потребителя внутреннего потребителя показать смотрите мы да можем тут киев поставить на колени смотрите да они понимают что них финансы получится непрекрасно понимают но вот это вот эффект вот такой да понимаете вот они пытаются добиться этого эффекта такой страшной картинки что они могут все что мы можем все да вот они таки там мы тут держим все под контролем мы можем в любую точку попасть куда мы ходим вот такой эффект нужен нам мы в любой момент можем там вас уничтожить но мы вам даем шанс опомниться сдаться да что то такое вот вот так вот такая фигня идет естественно это и для переговоров они же все нутя ведут к переговорам каким-то естественно все равно они на переговоры давят это же бонусы какие-то себе набрать да что они могут в любом месте где-то разрушать где они хотят то есть вот такой тут не цель даже естественно не уничтожать они убивают мирное население но им плевать на мирное население будут они убиты не будут они убиты вообще все равно понимаете как для него вообще вплевать на количество мирного населения если она есть но есть и есть вообще это 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 расходный материал если его нет но нет и нет у них другие цели у них другая стратегия есть стратегия а все что сколько будет убитых или не будет убитых вообще плевать это не потому что они там хотят убивать или не хотят об этом вообще речь не идет как будто бы они уничтожают keep как будто бы там вообще нет людей вот просто как будто был и всю украину поймать и для них люди не существуют причем не свои люди не украина не в наше люди не важно для них они не существуют в принципе никакие разменная монета и собственные россияне для них также не существует но вот данном случае россияне для них именно знаете тут у бросить кость это все-таки не каждый отдельный человек они вот они их видят как некую массу до массу какую-то который вот каждый отдельный человек он никто но как вот эта масса на ей нужно знаете чтобы гул был вот этой массы в нужную сторону поймать как будто бы чтобы туча тучи в определенном направлении куда-то направлять знаете ну что-то такое они не считают да да ходите свою анечка кровь свое своих людей до какими-то ценностью но они их боятся боятся их реакции понимаете анечка попроси воду пожалуйста можно воду вот и может а уборка уборка не нужна воду можно нет это все есть если можно в воду вот я минутку слушайте мама договорилась на испанском на чисто испанском с натуральной испанкой договорилась за то что мне нужна вода понимать вот они показывают бесплатно я прошу прощения так как сетли это сделать подожди сейчас давайте продолжим эту паузу так все-таки по ударам давайте еще раз разрушение в киеве разрушение киево ожидания киево ожидания будет смотрите киеве ожидания таком утомительном ожидании и печали в печали в трауре разочаровании у грусти находится сейчас кто-то выезжает кто-то уходит с киева уходят люди с киева опять уходят кто-то прям колесница наверное выезжают люди так массово прилично видимо судя по всему но город работает город прям работает ничего король мечевой иллюзии знаете что этот король мечевой да который хочет как казнить киев вот российские да военные как их кору так кто у них там назначает эти операции которые решил казнить киев дают он высматривает себе цели вот он в иллюзиях он в иллюзиях он не сыну не добьется своих целей того чем он хочет он обманывается не помни ничего них вылет ничего них не получится ну вот город видеть все равно второй раз у меня опять карта мир выпадает опять вот опять все идет концу что это все равно как то должно закончиться и понимаете все равно как бы там не было но смотрите все но все это идет как бы концу все равно вот он город стоит все равно но все равно атаки атаками но они как не видят что они получают добиваются целей и поэтому себе получается же хуже делают понимаете то есть они себе же усугубляют ситуацию для себя же усугубляют ситуацию будут ли удары ну да да такие удары какие-то следует ожидать но здесь видите карты все равно удары эти они преподносят как только как на третьем плане то есть сейчас видите первые первые карты они все равно о том что город томительном ожидании он оплакивает он в трауре он в печали что кто-то уезжает до из города по 5 массово уезжает город продолжает работать то есть вот он карты описывают вот так жизнь города да что вот она продолжается и город стоит и показывают что он и будет стоять вот он своих стенах стоит мир прям все он будет крепкий но разбитое сердце да ну она присутствует видите не десятка все равно не десятка ну император над городом император то есть город под контролем в руках императора под контролем до ситуация там под контролем императрица все равно то есть спасение у города борьба отстаивания своих интересов звезда вы понимаете что падает на киев и карты очень перспективный очень хороший сказать что киев в полной безопасности нет конечно на сегодня нет конечно не идет даже речи о какой-то полной безопасности но вся тенденция все равно к тому что киев стоит он целый он работает вот императрица четверка жерзла в крепость стен снимать и все вот к этому все равно идет а этот король мечевой он в иллюзиях он ошибается он конечно еще подергается подергается и ему рога пообламывать понимать по обломать меня спрашивают про ядерный удар по киеву нет такого нет я не вижу я никогда этого не видела вообще ни разу никогда я в своих картах не видела этого ядерного удара и какой-то угрозы ядерного удара ни разу когда вот начинают ой сейчас тут вижу сейчас через два часа не вижу тут это нет никогда никаких ядерных наоборот карты всегда говорили что там и технически неполадки руки им выкручивают и если это ядерное оружие это еще большой вопрос и что-то обязательно не сработает то есть как бы там ни было но не судьба не судьба быть ядерной какой-то войне ядерным взрывом на территории украины но я вижу так поэтому киев держитесь крепитесь могут быть удары я думаю то что вы пережили наверное это был пик все-таки это был пик сейчас будет как-то сходить потому что понимаете они вот это вот с мостом давайте моста смотрим еще так как я была в дороге я этот мост по сути и не смотрела потому что как раз я была в поезде в дороге давайте посмотрим вот вот такое ощущение что вот эта вся атака конечно это запланированная атака и это как бы вот это вот в отместку за мост это бред сивой кобыл сам этот мост я сильно сомневаюсь что это была какая-то большая неожиданность для россии или это какая-то было именно супер спецоперация украинская у меня здесь сомнений если честно возможно возможно то этот мост он стал только поводом для уже продуманной атаки потому что эти ракеты они белоруссии уже завезены и стояли давно например те которые касаться белоруссии армия там уже на стрёме все эти самолеты они были заранее подогнаны понимаете это все заранее подготовили и для того чтобы оправдать эту атаку пожалуйста теракт на мосту на как удачненько все сложилось такая история с этим мостом давайте-ка посмотрим а что случилось с мостом а что случилось крымским мостом что же с ним случилось работа работа связана с прошлым под луной потеря ну потеря понятно да какая-то потеря колесо фортуны по император изменения мальтирится ничего с императором я думаю путин курсе был что будет с этим мостом а вы тут начинаете подарок на день рождения подарок разберемся лица это атака на императора или от императора на императора или нет у него руки связаны все-таки это на это такая атака как на император атака на император под луной к неожиданная причем это какой-то появился неожиданный шанс мне кажется что-то как внутри российская какая-то хрень понимаете это какая-то внутри российска это раз на территории россии россия сама сама россия этот взрыв провела россия конечно это со стороны россии этот взрыв проведет со стороны россии это как бы какой-то удар по императору по императору не от с его стороны то есть это со стороны россии но не от пути нашел понимаете не от путина у него руки связаны а на него как бы удар на путин но он видите и как раз заодно как по нему ударить и заодно это замечательный вот повода вот этот что-то у них там же эти военные фсб там они не могут дать король какой-то король такой очень властный который ждет который ждет когда придет его время он сейчас подвешенном состоянии в ожидании когда же что вот должно прийти его время и он пытается это его проявление борьбы вот он на него сюда значит смотрите я не думаю что это украина сейчас еще раз просим украина ли разрушила украина ли разрушила нет паш по украине паш по россии смотрите девятка кубков довольны нет по украине только разговоры видите только разговоры только разговоры и новости значит некий король который ждет своего час и сейчас находится подвешенном состоянии он ведет как бы борьбу по пятерке жезла этот некий король очень властный прям властный такой серьезный король который вот он ждет он находится подвешенном состоянии видите подвешен но он ждет ждет своего часа вот это он ждет своего часа вот выбор выбора своего дня когда я вот выберу и он ведет борьбу вот он берет ведет борьбу и это он вот эту атаку устроил от него идет нет некие силы до от него но это и на императора удар в том числе понимаете то есть вот здесь тут еще у них накручена внутри там внутри россии еще накручена не слабо ведет какая-то не слабая борьба так что украина любила поэтому мосту я сомневаюсь очень видите как она все у них свои там свои разборки путина уже сливают однозначно однозначно ну видите я спрашиваю еще раз прошел был ли удар по мосту сделан произведен украинской армии смотрите вот да король довольны да все наша армия очень довольна сама довольна и довольна и прямо не конечно очень рады посмотрите но ответ все равно нет нет даже если будут говорить что смотрите на мы смогли сделать этот удар ну конечно они это же тоже понимаете такая но стратегия да все нужно в свою пользу на оборачивать но все равно нет это не не украинскими какими-то силами подорвали этот мост я не на какие но это какие-то внутренние российские возможно это с был а давайте как возможно знаете это когда сотрудничестве с сбу понимаете меня да то есть российские именно сделано российскими руками сотрудничестве с сбу то есть тогда как бы вот можно тогда объяснить эту ситуацию да потому что как бы украина очень довольна да вот армия наш наш король этот мечевой наш на очень доволен тем как это операция произвелась как эту операцию провели но получается что ну нет ни своими руками из был понимала ли сбу что происходит забыла ли это как-то под влиянием это я думаю наши наши конечно что-то догадывались что-то знают наши что-то знают возможно но определенно наши как бы просматривают эту ситуацию эти император он как просматривает эту ситуацию просматривает но все-таки не организует все-таки это не организация нет все-таки это не колесница сейчас колесница но не организована ими то есть они как бы были в курсе да что происходит но не сбу нет они не организовывали даже не организовывали все равно это какая-то внутри российская фигня хотя как бы сбу знаете как бы как наблюдают наблюдает за происходящим вот я бы так сказала да под каким-то наблюдением императора скорее но это конечно смотрите поджрицы это конечно все конкретно очень все тайны тайная история ну кто-то рвется к власти просто кто-то рвется к этой колеснице кто-то рвется к колеснице управлять ситуация кто-то очень ввется к власти вот вам и вас ты летят вот такая история что-то такое киев я желаю вам крепость духа пусть над вами будет купол пусть вас вас хранит бог хранит судьба избежать ударов не получится полностью не получится но я очень надеюсь что таких критических а так вот таких критические да как это вот было все-таки ближайшие дни хотя бы все-таки не будет но вот это вот состояние опасности постоянной данной вот луну я вижу всегда луна девятка мечей но таких чтобы прямо жесть таких ну пока нет не знаю я пока не вижу то есть нам мы можем только надеяться мы можем только надеяться что так это и будет так же как и в днепре понимаете вот вот таких жесть ударов этой атаки как бы вот туда удары да но они по тройке по тройке то есть удары опасность вот это все да ну ну это не такая это не такая массовая все равно не массовый такой обстрел это где-то не то это не то карты не о том все таки ну вот так что могла что могла мои хорошие не знаю насколько я понятно объяснила потому что не так легко да донести картинку превратить да какие-то реальные предсказания предсказания ну давайте еще раз еще раз давай к 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 какой-то обман по дьяволу обман по дьяволу по тройке по городу удар по тройке еще кстати по каким-то городам такое как все нотки и вводится каким-то по трем городам что ли по каким-то основным может быть по трем городам основные знаете тут у меня тройка кубка как это понять то может быть по трем городам или по трем направлениям знаете каким-то основным удар но опять вот он по тройке мечей и 오늘 по шуту вот он в опасности но он переступает пропасть, вот он в опасности находится, но пропасть переступает Киев, все равно, все то же самое, десятка жертв, тяжело городу, ну вот в опасности, да, но переступит, переступит пропасть, тоже какой-то, видите, какой-то обман по дьяволу, какое-то, какое-то коварство, какая-то коварная штука, видите, обман, обман, какой-то обман, афера какая-то по дьяволу, что-то такое, или тоже здесь в Киеве какие-то, может это тоже о наводчиках, о наводчиках, есть какие-то группы, которые работают, возможно, возможно, разоблачат, разоблачат, что за обман, будет разоблачен, ну, касаемо войны, будет ли разоблачен, ну, в итоге, да, страшный суд, в итоге, да, и будет наказан, то есть, вот эти, вот эти, вот эти, карты, которые, да, семерка мечей, этот обман по дьяволу, как бы пока в паузе, ну, да, будет разоблачен и будет наказан по страшному суду, ну, это как в паузе, но не сейчас, может быть, что-то, работают какие-то группы, какие-то, может быть, об этом, что работают как наводчики, да, или какие-то вредители, не знаю, там, какие-то, ну, понимаете меня, да, какие-то диверсанты, да, какие-то, вот что-то такое, по дьяволу, по дьяволу, вот они в зависимости от кого-то, хитро, коварно, подло, вот такой вот, есть какая-то группа в киеве, в соответствии, да, и все то же самое, вот падает все то же самое, удар, да, удар по тройке, удар по тройке мечей, удар, да, ну, это не десятка, но все равно это не десятка, вот такой.